Всем привет! Сегодня я буду снимать вам видео о подарочках, которые мне сделали на день рождения. Сразу скажу, не хочу я ничем не похвастаться, не выпендриться, а просто хочу показать вам некоторые продукты, поделиться, где можно их взять, сказать у них какое-то мнение, показать какие-то одежки, может вас на что-то такое натолкнет и себе приобрести. И я, например, люблю такие смотреть видео у других девушек, блогеров, я думаю, найдутся люди, которым тоже будет интересно посмотреть и мое такого рода видео, и если вам интересно, давайте тогда смотреть. Основным моим подарком был как подарок на старый Новый год и на день рождения, я просила, это был вот такой шкаф, шкаф купе вот этот вот беленький, очень классный по начинке шкафчик, в нем вот полки в первом отделении, высовнушка, так, ну, а в другом там уже такие вот эти вешать. Давайте теперь переходите к другим подаркам, если вам интересно, давайте будем смотреть. Ну и начнем, пожалуй, тогда это видео с вот таких двух открыточек. Понятно, что здесь были денюжки, подарили мне их мама моего молодого человека и папа. Кстати, очень приятное даже поздравление на вот этой вот папиной открыточке. Я даже вам прочту, желаю удачи, тепла и добра, что все неудачи сгорели дотла, чтоб жить не то жить, до 100 лет довелось, пусть сбудется все, что еще не сбылось. Очень хорошее поздравление, мне вообще понравилось очень. Ну и, как вы понимаете, если у меня были подарочные открыточки, денюжки, то я в основном все подарки покупала, выбирала сама себе, то, чего бы мне хотелось. Ну и давайте, наверное, мы с вами начнем с косметических всяких продуктиков и потом плавно перейдем к одежке, к обуви, к с суарам. Давайте начнем тогда с вот этих продуктов. Это Avon линейка NU, плюс 25 лет, идет заряд энергии. Очень хорошая крема. Вот этот вот сбавил меня от конкретных синяков, от недосыпания. Я, конечно, его за месяц вот тестировала, он показал довольно-таки приятный результат. Крем тоже, после него очень шелковая, такая бархатистая кожа, я не знаю, выравнивает конкретно тон кожи, даже тональника не надо никакого наносить, ничего. Я хожу, у меня такое ощущение, лицо... И, кстати, почему-то у меня пропали прыщи. Там где-то один-два раз только вот вылезет, и даже еще одна такая момент, пятна от старых прыщей начали почему-то пропадать. Наверное, мне кажется, это от этого крема такой эффект. Ну, я довольна, я еще не раз куплю вот эту парочку. Ночной крем я не буду брать, мне более надо легкие текстуры на ночь, так как у меня жирная кожа. А вот эту парочку на день, вообще, эй, довольна, я буду ее брать постоянно, наверное. Так что, да, я вам могу порекомендовать ссылочки, оставлю на эти продукты эйванские. И, да, продолжим тогда дальше. Покажу вам тогда подарочек косметический тоже от моей лучшей подружки. Она мне подарила вот такую эйвенскую помаду Lady в оттенке икона стиля. Уже я не раз об этой помаде говорила, это моя любимая. Я ее специально выбрала себе как подарок на день рождения. В таком она вот у нас оттеночке. Круто, конечно, смотрится на губах. На нее я тоже оставлю ссылку. Тем более, сейчас будет тоже на нее какая-то там скидка хорошая в этом десятом каталоге. Поэтому, да, классная помада. Стойкая, матовая, но высушивает губы, если очень долго ее носить. Еще один косметический подарок была эйванская база под тени. Крутая база держит тени очень долго, тени яркие, ну, легко смывается, очень даже легко смывается мицелляркой, молочком, чем угодно. Крутая база. Такую дырочку я в ней проделала конкретную. Еще, кстати, маленький секрет. Я вам расскажу такой за счет вот этой базы по тени, что можно сделать. Если у вас есть какой-то краснючий прыщик, вы его не можете ничем за воскировать, возьмите немножко этого средства. Так, слегка примажьте свой прыщик и потом положите любую тон основу. Он будет держать особо, и прыщ будет не таким выглядеть красным и заметным. Вот это я для себя когда-то чисто случайно открыла вот такую вот новость, что ли. Следующие продукты будут это с сайта make-up.com.ua. Это вот такой вот крем-масло для тела, о нем я уже вам рассказывала буквально вот в видео нашествия манго. Поэтому да, крутое масло, могу посоветовать. Увлажнение дает хорошее, ну, короче, плохого о нем ничего сказать не могу. Пахнет приятно, ненавязчиво, увлажняет, приятно по консистенции текстура. Просто супер. И следующие два подарка, которые были заказаны на этом сайте. Так как я состою в клубе make-up.com, то мне предложил сам этот, ну, сайт выбрать себе подарок на 50 гривен. Какой дню рождения. И я, конечно, выбрала себе вот такую вот добавку к этому крем-маслу. Скраб для тела от Fresh Juice с манго и апельсином. И вот такой вот бальзам для губ Гималая Гербалс. Что могу сказать о скрабе? Его еще я не пользовала, но вот тестила на руку вот буквально в прошлом видео. То он такой довольно скрабучий. Посмотрим, какой эффект он в будущем будет давать, конечно, на коже тела. А вот бальзам я таки пользовала уже его. Но что могу сказать? Пахнет детскими и розовенькими жвачками. Короче, запах из детства, жвачками и все пахнет вот этими с наклеечками. Очень легкий по текстуре. Он не навязчивый, не липкий, не чересчур жирный. Его хочется нанести, нанести, еще раз нанести на губы. Так как у меня с губами сейчас, слава богу, нормально, не сухие нет, особого я такого, ну, какого-то эффекта не заметила. Но вот он, он дает ему увлажнение, влагу вот эту вот. Его, наверное, сейчас все-таки спрячу, не буду пользоваться летом. Спрячу его на зимние времена года. Здесь написано, что он хорошо справляется с ранками, шелушениями, вот этими всеми такими проблемами. Посмотрим, как он будет действовать на губы в таком состоянии. И потом я вам уже расскажу. Да, нет, стоит, не стоит его брать. И следующим средством, которое я тоже заказала себе на сайте makeup.com, это был вот такой вот, шел в такой коробочке, это корректор для бровей. Называется Professional Art Makeup Evlan Cosmetics. Что они здесь нам предлагают? Как здесь заявлено? Насыщает глубоким цветом, придает блеск, мгновенно корректирует брови. Немножко, да, дает окрашивание, брови стают немножко насыщенней, придает блеск. Здесь я тоже соглашусь. Но это мгновенно корректирует брови. Корректировать они-то корректируют, но это на 5 минут. Он не очень стойкий, поэтому вам, вот так вот он выглядит, поэтому вам лучше на него не возлагать большие надежды. Он не будет держать весь день, поэтому придется либо их не трогать, либо, не знаю, купить другой, либо 10 слоев, наверное, нанести этого, чтобы хоть как-то он на месте держался. Но я как-то, не знаю, я брови не любитель мучать, трогать. У меня они в одном положении до конца дня и до того времени, сколько мне надо, они мне стоят на месте. Наверное, честно скажу, может быть, его даже уже больше не куплю. Ну, не столь он шикарен, чтобы его покупать еще раз, но чисто для придания натуральных бровей неплохой. Вот такая в нем обыкновенная кисточка, ничего особенного. Так что, да, вот так вот выглядит. Следующее, что я вам покажу, это будут аксессуары уже, украшеница. Вот такой вот подарок, сережечки от моей подружки, лучшей, от Gloria Jeans. Вот такие вот длинные кораллово-персиковые сережки, так как в этом году у меня пошло какое-то нашествие коралловых вещей. Мы ходили в торговому центру, как-то мы зашли в магазин, мне очень они понравились, и она вот, в принципе, давай я тебе сделаю такой вот подарок. И да, вот такие вот от Gloria Jeans сережечки она мне подарила. Следующие тоже украшеница. Сейчас очень модно носить такие вещицы. И это были вот такие вот кусеты. Их я заказала в одной девочке ВКонтакте. Очень там приемливые цены, достаточный такой выбор украшений, красивых. Я вам оставлю, кстати, эту ссылку. Но это особенно для Украины, девочек. Там действительно и часы, и колье, и сережки по приемливым ценам. Вот эти вот все пусетики 40 гривен стоят. Вот такие только жемчужные, 30 даже, по-моему. Поэтому я считаю, это недорого и очень красиво. Это был тоже один из подарков моего молодого человека. Я очень хотела. Заказывала вы, и они мне не пришли. А потом мы как-то, случайно я увидела, что у меня есть в друзьях человек, который занимается этим. Зашла и приятно удивилась, что они не очень дорогие. Вот так они выглядят. Здесь вот камушек спереди, сзади вот такой стальной шарик будет. Вот эти вот беленькие я уже носила. И довольно-таки они, ну, как сказать, стильненько выглядят. Ну да, вот такие вот сережечки миленькие. Буду с удовольствием носить так, как хотела. Эти я покупала уже, знаете, просто под белые футболки. Такие, по всех дневный выход куда-то, там, в магазин бегать такой вот. Их я на такой случай покупала. Тем более, такие я брала специально торжественные, так как я ношу серебро, люблю серебряные вещи. Поэтому я выбрала себе такие более под серебро и с белыми камушками. С аксессуаров, украшений и сета было все. Сейчас мы с вами перейдем к одежке и обуви. Короче, у меня обувь вся не будет брендовой, какой-то там это обычная обувь, купленная в обыкновенном магазине. Вот такие вот я покупала мыльницы. Это резиновая обувь, так как я живу на юге в 200 метрах от моря, в курортном городе. В моем городе, получается, эта обувь есть очень оптимальная даже. И вот эти вот, они выглядят, знаете, как обычные классические балетки. Они меня очень спасли даже на сдаче государственного экзамена. У меня ничего не отекло, я не отвлекалась она посторонние вещи. Так что да, вот такие вот хорошие балеточки, мыльнички я себе приобрела. Также я купила себе вот такие вот миленькие босоножечки. Это босоножки от Белста, очень хорошая носибельная фирма. У меня много обуви от этой фирмы. Есть даже одни шлепки, которые я купила на первом курсе. Еще сейчас я уже закончила четвертые. Они у меня как были стальные, так и остались. Ни день не порвались, не облезли, ничего. Поэтому да, вот такие вот классические босоножечки себе купила. Ничего лишнего. Пару полосочек и бантичек. Очень удобные и мягенькие. Купила я их под подарок моего молодого человека. Это была коралловая сумка. Вот я и решила прикупить себе такие коралловые босоножки к ней. Следующей парой обуви будут макосинчики. У меня Масянечка ко мне моя пришла. Итак, будет следующая пара обуви. Это макосинчики. И давайте смотреть. Вот такие вот в губках красно-беленькие, миленькие кетики. Мне понравилось, что внутри не тряпчаная стелька, а вот такая вот кожаная. И здесь еще есть такая вот подложка. Пришли мне вообще не вонючие. Ноги в них почему-то не потеют, не воняют. Единственный вот такой вот минус, который у меня оказался. По стельке они мне тютелька в тютельку. Но они на более широкую ногу. Поэтому они мне немножечко вот здесь широковаты. Но и меня это не расстроило. Мне ездить на велосипеде и ходить куда-то там далеко. А не самый раз. Я их очень ждала. Я рада, что их получила. Спасибо, мои знакомые, за такую прелесть. Вот действительно, мне порадовало то, очень то, что здесь вот эта вот стелечка. И то, что у них ноги не будут вонять. Я очень довольна этой обувью. Конечно, да, есть тут какие-то недочеты в пошивке, может. Ну, на сезон прекрасно хватит. И мне жалко будет выбросить. И купила я их практически... Ну, буквально на 30 гривен дороже, чем стоят вот эти вот фуфлышные в магазинах. Я довольна. И спасибо, конечно, за моей хорошей знакомой. И еще вот такую вот прелесть мне подарил мой молодой человек. Вот такую вот черную маленькую шляпку, которую, я думаю, можно одеть не только на пляж, но и куда-то под платьичко на выход. Просто пройтись. Она так выглядит очень элегантно. Элегантно, легенькая, приятная шляпочка. Ну, и так как я уже сказала, что я покупала вот эти вот красненькие, коралловенькие, точнее, босоножечки под сумку, то вот такую вот мне сумочку подарил мой молодой человек. Это сумка от Эйвана. Много я слышала о ней таких вот плохих отзывов, что пришла она то некачественная, то какая-то вонючая, то еще что-то. Что могу сказать я по этому поводу? Она мне пришла, она ничем не пахла, она очень качественная. Красиво было сложено, что у меня вот эти все помятыши вот тут спереди буквально разровнялись за день, когда я туда положила подушечку, и никаких не было видно замятий. Я довольна тем, как мне доставили эту сумку, какая она пришла. Вот такая она, конечно, большая, если ее набить, она красиво будет обвисать, это сейчас она у меня пустая. По сравнению со мной вот, баула-баулы, но еще скажу такое вот, сильно нельзя эту сумку натрамбовывать. У нее начинает вот тут немножечко растягиваться кожа, видно. Она просто такая, знаете, для чуть-чуть вещей, но просто как бы такая дизайнерская большая задумка. Поэтому, да, сильно ее лучше не грузить, потому что это маленькая ручка, ее не выдержит и быстро уйдет. Да, еще здесь была вот такая красивенькая киточка, мне она очень порадовала, симпатично добавляет какую-то изюминку в этой сумке. Следующая, ну тоже такая вещь, которую мне передала бабушка, тоже опять коралловая. Она мне пока просто передала кофточку, такая вот тоненькая-легенькая кофточка с такого вот, видите, гиперчика чего-то. Ну, она очень симпатично смотрится, у меня есть коралловый пиджак, тоже с таким и всяким кружевом, поэтому оно так красиво гармонически смотрится. Ну, и лучше, конечно, под пиджак не одевать, я когда-то одела и понавытягивала немножко вот эти затяжечки молниями, вот это меня очень расстроило. В целом, очень хорошо смотрится, скрывает все недостатки, подчеркивает нужное, ну, короче, хорошая кофточка. И тоже еще один, еще ни разу не одевала, конечно, хотя наша погода требует одеть, но мне пока, ну, некуда, короче, некогда было с этими госами куда-то выйти. И купила я себе вот такой вот комбинезончик, очень легкий, очень приятный к телу, комфортно себя в нем можно чувствовать. Здесь есть вот такие вот кармашки, завязочка, он полностью весь, вот видите, на пухотке застебается. Красивый принт, я думаю, на лето шикарный комбинезон, можно как и куда-то пойти в дресс-код, он так выглядит солидненько, и куда-то погулять. Тоже хороший вариант. Так, и последние две вещи, это будут у меня уже такое штанишки, тоже легенькие. Купила я вот такие вообще с тонкой, легкой, легкой, легкой ткани, такие летящие просто штанишки, у них завышенная талия. Тут еще поясочек вот такой есть, два карманчика, они такие на резиночке, вот такие вот легенькие штанишки, я уже их одевала, носила, очень приятно, их не ощущаешь. У них очень удобно, ничего не преет, не потеет. Нет, извините за такие подробности, но я думаю, вы, девушки, меня понимаете. Так что хорошие штанишки, тоже их как-то взяла, так, ну вообще, у нас магазинчик такой открылся, где цены, вот он у нас работает только летом на набережной, там цены реально копеечные. Там люди толпами просто толпятся, и вот там я купила вот эти штанишки, вот этот комбинезон, и я довольна. Они привозят совсем по чуть-чуть этих вещей, чтобы инкубатора не было, во-первых, и постоянно какие-то новые классные вещи. А если бы просто в маленьком курортном городе, у нас тут нету там торговых центров, крутых каких-то бутиков, у нас более такие простые магазинчики, и если пойти, например, здесь на рынок, то все однотипное, старое, какой-то, видно, что тупой Китай. Короче, у нее именно такие стильные, классные вещи, и очень-очень дешево по сравнению с рынком. Поэтому, да, хорошее качество, мне понравились, я ими довольна. И последняя вещь, это будет более такое спортивное, это будут вот такие вот спортивные штанишки от Adidas. Вообще, хотела купить спортивный костюм Adidas, но вышло так, что я присмотрела, когда пришла, его уже не было. Пошла уже смотреть другие Adidas-овские костюмчики, думаю, может что-то мне подойдет. Ничего, не нашла себе, чтобы мне запало в душу. Пошла на рынок, тоже ничего. В итоге, короче, зашла в обратном тут магазин, где у нас продают вот эту всю спортивную одежду брендовую. И в итоге выбрала вот обычные вот такие штанишки. И просто вспомнила, что у меня есть кофточка от Бершки, спортивная черненькая, которую я за все время одевала, наверное, раз-два. И вот решила прикупить вот такие брючки. Тоже очень хорошо сидят, на попе вообще, знаете, поп-кайбе, говори, хаш, просто ценой грех. Извиняюсь, что мне так на моей квартире, где я живу в Херсоне, так бабушка говорит. Поэтому, да, вот такие хорошенькие штанишки, довольная ими. И просто прекрасно, короче. Ну что же, это были все мои подарочки. Спасибо, кто смотрел это видео. Я думаю, может, вы что-то для себя возьмете с этого видео полезного. Если вам это видео было интересно, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok